Пик экономического кризиса. Эксперты изменили прогноз по прохождению России так называемого экономического дня. Отразится ли это на жизни граждан? Сезон закрыт, играли и подсчитывают количество снятого урожая, а он на этот раз оказался богатым. 62 тонны огурцов и более тонны томатов. Впрочем, это еще не предел. Занял кресло вне низкокужной больницы. Новый главврач, назначение ждали больше полугода. Руководителя медучреждения представили на оперативном совещании при губернаторе. Кто он? С главными событиями этого дня в студии Олег Котензейский. Новости начинаются. Эксперты изменили прогноз по прохождению России экономического дна, замедление экономического роста в Азии, падение азиатских валют и фондовых активов. Плюс внутренние проблемы в российской экономике вынуждают ухудшить прогноз по росту экономики на 3-4 кварталы и весь 2015 год. Эксперты ожидают ускорения просадки российской экономики в третьем квартале до 5,5% после снижения ВВП на 4,6% во втором квартале. В последние три месяца текущего года падение темпов роста экономики России может замедлиться до 4,4%, однако риски более глубокой просадки остаются. Причина проблемы потребительского сектора, на который, с одной стороны, будет давить инфляция и ослабление рубля, с другой поддерживать высокая база, поскольку в конце 2014 года из-за девальвации рубля розничный сектор испытал настоящий бум. Риски остаются и для сельского хозяйства, продолжит снижаться внешнеторговая активность. Трудности будет испытывать нефтегазовый сектор на фоне спада инвестиций. В то же время в четвертом квартале ожидается стабилизация в реальном секторе, промышленность, строительство и грузоперевозки. Что касается ожиданий по российскому рублю до конца года, то базовый сценарий подразумевает, что сокращение чистого мирового предложения нефти в сентябре практически в два раза может привести к спекулятивному росту цен на сырье и российской валюты к доллару США в октябре до отметки 60 рублей. Конец года рубль может закончить на значении 63 рублей за доллар. Вероятность базового сценария оценивается в 50%. Улучшить показатели и сделать инвестиционный климат в регионе комфортным. Для достижения этих целей в округе будет создан специальный штаб. Структуру, сформированную на базе Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности, возглавит глава региона Игорь Кошин. Первоочередная задача специализированного организационного штаба провести анализ показателей и разработать меры по повышению самых провальных. Одним из таковых является процедура выдачи разрешения на строительство, которая занимает 350 дней. В нашем субъекте численностью 43 тысячи год выдавать разрешение просто неприемлемо, отмечает Игорь Кошин. Пока бюрократический аппарат не начнет работать на человека, они наоборот не только привлечения инвестиций, но и качество жизни в округе будет хромать. В 2014 году Ненецкий округ не смог стать участником национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России из-за отсутствия данных по ряду показателей. В то же время по ряду показателей НАУ вполне может быть в передовиках. Речь, к примеру, о скорости государственной регистрации юридических лиц. Кроме того, в Ненецком округе достаточно высока доля контрактов с субъектами малого бизнеса, в общем числе государственных и муниципальных контрактов. Штаб по улучшению инвестиционного климата начнет свою работу на следующей неделе. На первом заседании будут сформированы рабочие группы строительства и инфраструктура, бизнес-группа и административная группа. Результатом работы каждой будет дорожная карта, отвечающая на вопрос, как улучшить показатели и сделать инвестиционный климат в регионе комфортным. Дорожные карты, в которых используют лучшие практики агентства стратегических инициатив, будут запущены в работу весной следующего года. Регион может похвастаться показателями в сельском хозяйстве. Положительную динамику развития показывают все отрасли агропромышленного комплекса региона. Животноводы увеличивают валовое производство молока, лениводы наращивают поголовье оленей и дают хорошие планы на заготовку мяса в период убойной кампании. Определенные успехи есть и в сфере овощеводства. В единственном в регионе тепличном хозяйстве комбинате солнышко собрали рекордный урожай огурцов. Почти на четверть больше, чем в прошлом. Аграрии уверены, урожая могут быть намного больше. 62 тонны огурцов и более одной тонны томатов. Таковы итоги овощного сезона в единственном тепличном хозяйстве региона. Первый урожай овощеводы сняли в апреле, а последний в сентябре. Увеличение урожайности удалось добиться за счет полной замены грунта в теплицах. Аграриями была проделана огромная работа и результаты оправдали все ожидания. Новые, а главное современные теплицы овощеводы ждут уже давно. В этом году этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Сегодня на предприятии модернизируют старую котельную. Работы ведет центр «Стройзаказчик». В помещении установлены новые напольные газовые водогрейные котлы, необходимое технологическое оборудование. Дело осталось за косметическим ремонтом. Окончание работ по реконструкции позволит перейти к проекту строительства той теплицы, на которую мы рассчитываем. Это теплица площадью 5640 квадратных метров. Вот эта теплица нового поколения будет. И она, самое главное, подчеркну, будет давать урожай круглый год. То есть мы с огурцами будем жить круглый год. К сожалению, томаты круглый год не будем выращивать. Они будут также в продленном обороте. Весна, лето, осень. Новые теплицы позволят ежегодно получать более 350 тонн огурцов. Кроме того, в планах агрария расширить ассортимент выпускаемой продукции. В новых теплицах будут выращивать болгарский перец и баклажаны. Кроме овощей, в солнышко выращивают и зелень. В 2007 году на предприятии была установлена салатная линия с гидропонной технологией. С неё в этом году аграрии сняли более 80 тысяч упаковок салата – петрушки, укропа, базилика и мелисы. Отмечу, что выращивание зелени, в отличие от овощей, процесс круглогодичный и прерывается только на обязательную дезинфекцию. Сейчас как раз такой период. К ноябрю на прилавках снова появится местная зелень. Производственные показатели тепличного хозяйства также напрямую связаны с объёмом господдержки. В 2015 году субсидия на овощеводство в бюджете региона была увеличена более чем в два раза – до 46 рублей на килограмм произведённой продукции. «Очень хорошая поддержка в этом году. Мы перешли сразу с 21 рубля, вот нам увеличили поддержку. А до этого вообще такая ступенька была – 7 рублей, 9 рублей на килограмм продукции. Но растут тарифы на электроэнергию, на газ и прочее. Поэтому вот всё это приводит к увеличению дотации». Господдержку в виде субсидии на произведённую и реализованную продукцию получают у другие отрасли агропромышленного комплекса Неницкого округа – молочное животноводство, оленеводство и рыболовство. Кроме того, в регионе действуют субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в Наринмар, субсидии на поддержку племенного животноводства и на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей. Сельское хозяйство – один из приоритетов для власти НАО. Это особенно подчёркивает глава региона Игорь Кошин. «Мы с прошлого года несколько изменили окружную поддержку. Я вас уверяю, будем её только наращивать и увеличивать. Потому что заниматься сельским хозяйством в условиях Крайнего Севера, в условиях Заполярья – это подвиг». Окружная поддержка сельхозпроизводителей уже даёт результаты. Валтовое производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95 тонн. В оленеводческих хозяйствах округа родилось 3300 телят. В период убойной компании будет заготовлено 1355 тонн ленины. О преимуществах нового механизма субсидирования говорят не только показатели объёмов производства. Сегодня окружные предприятия способны не только покрывать производственные издержки, но и инвестировать в собственное развитие, закупать новое оборудование, технику, оборудовать производственное помещение. И не менее важно направлять дополнительные финансовые средства на заработную плату работников. Сегодня сельскохозяйственной деятельностью в регионе занимается 34 предприятия. В их сферу деятельности входит оленеводство, животноводство, рыболовство и овощеводство. Переработкой сельхозпродукции в регионе занимаются 9 предприятий. Также в округе есть 9 семейно-родовых общин КМНС, 13 крестьянско-фермерских хозяйств и 90 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются оленеводством и рыболовством. На сегодня господдержка сельского хозяйства округа измеряется суммой в 583 миллиона рублей. За 8 месяцев текущего года освоено более 540 миллионов. Глава региона Игорь Кошин убежден, что поддержка АПК должна увеличиваться для того, чтобы отрасль развивалась. Ненинскую окружную больницу возглавил новый главврач. На этот пост назначен Андрей Дедов. Сегодня его представили на оперативном совещании при губернаторе. Глава региона отметила профессиональный опыт нового руководителя. До назначения на эту должность кандидат медицинских наук долгое время являлся руководителем операционного блока Елизаветинской больницы, одной из крупнейших в Санкт-Петербурге. Сейчас Андрей Дедов продолжает знакомство с положением дел в главном медицинском учреждении региона, в частности с клиническими подразделениями и их персоналом. Основная задача, которую я вижу перед собой, чтобы эта больница реально стала окружной, работала на весь округ, ну и, конечно же, оказывала помощь всем жителям Наринмара. Новый руководитель окружной больницы уже обозначил проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Это переезд из ветхого здания инфекционного отделения, а также сокращение 900 кадров в центральной городской полиглинике. Будем работать с вузами северо-запада, Санкт-Петербургом, Архангельском, вот с тем, чтобы за счет тех программ, которые существуют в Ненинском округе, кадры привлекались, привлекались молодые специалисты, росли, обучались и работали на благо округа. Напомню, кресло главного врача Ненинской окружной больницы оставалось свободным больше полугода. В марте этот пост покинул Антон Карпунов. Многие, наверное, уже заметили, что возле студенческих общежитий появились непонятные конструкции. Так вот, об этом через несколько минут. Идеи без границ. На что молодые люди тратят деньги, выигрывая гранты на волонтерские проекты «Что лучше? Воркаут по Наринмарске или Харутинске овощи?» Все лизопарты школьников и студентов учат основам предпринимательства, стартовали специальные мастер-классы. Новостной реестр выгодных предложений регионов России к формированию этого бесплатного интернет-ресурса для учреждений, предприятий и организаций субъектов России приступило Международное агентство новостей регионов России, Организация новостей России и редакция журнала «Экономическая политика России». Создание новостного реестра выгодных предложений регионов России преследует выявление конкурентных преимуществ представителей отрасли региональной экономики и социальной сферы, освещение новых подходов в политике развития конкуренции в регионах, а также демонстрации лучших практик субъектов и муниципальных образований в реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устройчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного правительством страны. Зарегистрированные на портале учреждения, организации и предприятия могут оперативно и бесплатно опубликовать актуальную новостную информацию о своих инновационных и инвестиционных проектах, товарах, работах и других услуг, которые обеспечивают устойчивое развитие экономики, социальную стабильность и развивают конкуренцию в субъектах Российской Федерации. 250 тысяч рублей в этом году было выделено на поддержку волонтерских проектов. Сельские инициативы решили поддержать отдельно. Общественная организация «Белый лис» провела свой конкурс грантов, общая сумма которого составила более 270 тысяч. Молодежные проекты оказались самыми разнообразными. Так что же лучше – воркаут «Понаринмарский» или «Хрутинские овощи» попыталась выяснить моя коллега Любовь Пермякова. Роман Павловский, активист волонтерского движения «Доброволец», в этом году на средства гранта в рамках госпрограммы молодежь Ненецкого округа реализовал проект «Воркаут в каждый двор». Воркаут – одно из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Мы установили около училища, один около общежития, которое в морском порту, а второй – на пионерской. И еще около техникума. У нас же есть во дворах-то, а мы решили около заведения учебных поставить. Артур Литвиненко – студент аграрно-экономического техникума, приходит заниматься на турнике с первых дней установки спортивного оборудования. «Да, это очень хорошо. На большой перемене уже выйти и покачаться». Чтобы не только городская, но и сельская молодежь имели возможность с пользой провести свободное время, общественная организация «Белый лист» под руководством Даниила Исполинова тоже объявили конкурс грантов для муниципальных образований. «Суть проблемы у нас в регионе такова, что грантовая поддержка в основном пользуются те общественники, которые проживают в городе, потому что на селе физически сложно содержать юридическое лицо. То есть это регулярно нужно ездить, сдавать отчеты, нужно искать бухгалтера, должен быть определенный доступ к банку. Я также объявил конкурс, получается, очень хорошо откликнулись у нас такие населенные пункты, как Коткино, Харута, Великовисочная, Красная и абсолютно разные гранты, что порадовало. Очень было много грантов именно в направлении сделать что-то своими руками, как-то благоустроить свое село. То есть, допустим, в Великовисочном там памятники отремонтировали и построили детскую горку, детскую площадку». Сумма гранта, по словам Даниила Исполинова, хоть и была небольшой – всего 30 тысяч рублей на реализацию одного проекта, но даже на такие суммы многие поселки смогли благоустроить свои территории. Например, только в Харуте на эти средства привели в порядок спортивную площадку и разбили пришкольный огород. Урожай планируют снять уже в следующем году. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Основам ведения бизнеса научат школьников и студентов Ненинского округа «Бизнес-школа». Стартовала сегодня серию мастер-классов и семинаров для молодых людей проведут активисты регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Участникам проекта предоставляется уникальная возможность. Они смогут лично пообщаться с лидерами молодежного предпринимательства в округе, задать им свои вопросы и перенять бесценный опыт. В этом году формат мы немножко поменяли. Спикерами также остаются молодые и успешные предприниматели. Но после обучения, которое они пройдут, мы школьников привлечем к неделе предпринимательства. По итогу мы выявим победителей, то есть в процессе ребята будут готовить бизнес-проект. И лучшие бизнес-проекты будут отмечены ценными призами, получат сертификаты. Любой бизнес-проект требует поддержки, в том числе денежной. О том, какую финансовую помощь можно получить на развитие бизнеса, в нашем регионе расскажут представители власти. В прошлом году мы в тестовом режиме обучили две группы старшеклассников, студентов. По итогам этих 20-часовых курсов молодежь получила сертификаты, которые, в принципе, дают право даже участвовать на меры финансовой поддержки. Бизнес-школа – это часть государственной программы развития предпринимательской деятельности в НАО. Школа бизнеса будет работать на базе Центра развития образования по адресу улица Волчейского, дом 14, Сокольный этаж. С 13 октября по 13 ноября по пятницам. Начало занятий в 17 часов. Лето 2015 года в наших краях признано самым холодным в 21 веке. А какой зима будет и когда Печора покроется льдом, об этом очень скоро. Сезон холодов Печора покрывается первым льдом, однако полное замерзание реки ожидается лишь в середине ноября. Навигация на Печоре подходит к своему логическому завершению. Соответствующее распоряжение подписал губернатор НАО Игорь Кошин. Навигация для маломерных судов по водоемам, расположенных на территории Наринмара поселка Искателей, и еще 14 муниципальных образований Заполярного района закроется 15 октября. С 20 октября пользоваться водными объектами для плавания на судах будет запрещено на территориях Канинского, Омского, Пешского и Шовенского сельсоветов. Ледостав в этом году обещает быть ранним согласно обзору гидрометеологических условий, подготовленным Северным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Первое появление льда на Печоре в районе Наринмара ожидается 17 октября. В прошлом году образование ледяной корки в Наринмаре было зафиксировано 15 октября, а средний срок появления льда за многолетнюю историю и метеонаблюдение с 61 года — 19 октября. По данным оперативного мониторинга климата, проводимого гидрометеоцентром России на европейском севере страны, лето 15-го года стало самым холодным в 21 веке. Последний раз такое холодное лето наблюдалось 20 лет назад, в 96-м году. Вместе с тем сентябрь повсеместно был теплым. Выпавшие осадки превысили среднемесячные значения в 2-3 раза. С учетом прогноза погоды на октябрь, повторение резкого затока холода во второй дегаде, вызвавшего в прошлом году раннее замерзание рек, маловероятно. Поэтому появление льда на реках ожидается в сроки, близкие к обычным, отмечают все в гидрометре. Начало установления ледостава на реках Печорского бассейна наиболее вероятно в середине ноября. Такой была информационная картина дня. Следить за нашими новостями вы можете и на официальном сайте, адрес www.trksever.ru. Далее прогноз погоды.